Как влюбить в себя девушку? Во-первых, изначально себя на это, знаешь, на 100% не настраивай. Не думай, что если ты будешь милым, дарить цветы, подарки, провожать ее на работу, удивлять, радовать, смешить, если ты ее пригласишь на кофе, в ресторан, не знаю, спасешь от грабителей, подаришь ей бриллиантовое кольцо, не думай, что она втюрится и с ума сойдет. Начнем с того, что не нужно себя реально готовить к тому, что вот она влюбится и без меня умрет. Нет, это дело случая. Девочки и мальчики устроены так, что влюбляются порой в одно слово, в одну розочку, в один жест, в одну улыбку и проходят мимо тех, кто годами ради них свою попу рвет, делает им подарки, внимание, носит на руках, женится на них, я не знаю, уходит замуж, рожает детей, сердцу не прикажешь. Но сложнее в этом деле не разочаровать. Влюбить проще, чем не разочаровать. Понимаешь, ты влюбляешь в себя человека стараниями, ты делаешь все для этого человека, чтобы он по тебе сходил с ума, чтобы этот человек зависел от тебя, сажаешь его на дозу, скажем так, любви. И начинаешь потом лишать его этой дозы, да, как наркотиков, как воздуха, как, скажем так, шоколадки. Для кого-то действительно это оказывается губительной привычкой, наркотической, алкогольной зависимостью, а для кого-то это становится просто милой вкусняшкой. Я бы сказал, в этом деле гораздо сложнее не разочаровать, чем влюбить. Понимаешь, мы можем реально влюбить человека за один жест, за один день, за пару свиданий, но мы можем всю жизнь ходить вокруг этого человека, всю жизнь быть реально идеалом для этого человека. Человек нас может обожать, любить, уважать, может с нами спать, от нас детей рожать, что угодно, кроме любви. Потому что этому гребаному сердцу не прикажешь и не в наших силах заставить в себя влюбить человека, которого просто на нас, скажем так, не встает желание, не лежит душа, не стреляет искры в глаза. Знаете, сколько раз я в своей жизни видел, что девочка, ради которой мужик делает все, боготворит, обожает, он готов ее взять со всеми ее минусами, плюсами, детьми, скажем так, ошибками, браками, бывшими, но ей плевать. Она выбирает того, кто на нее вообще не обращает внимания, вытирает об нее ноги, которые изменяют. Почему? Потому что там эмоции. А здесь ты уже готовенький, на тарелочке с голубой каемочкой. Естественно, девчонке уже просто неинтересно то, что она получила. Или мужик. Вот девочка хорошая, добрая, будет великолепной женой, потрясающей мамой его детей, другом по жизни. Куча плюсов, а ему неинтересно. Он выбирает ту стерву, которая изменяла, спала со всеми, ту, которая вообще из него нитки вяжет. Почему? Потому что эмоции. Сердцу не прикажешь, но ты можешь приказать себе не разочаровать. Почему у людей потом все падает? Потому что любовь – это то состояние, когда ты поднимаешься на Эверест, и там начинаешь замерзать. Не превращайте себя в Эверест. Вот человек вас покорил и стал умирать с холода, и он либо умрет там на горе, либо начнет спускаться вниз, теряя к вам интерес. И к концу спустится, сядет на проезжающую маршрутку, и все, вас нет. Не разочаровать сложнее, понимаете? Очаровать можно, можно постараться. Попадешь, не попадешь. Такой человек свободен, он никого не любит. Сердце пустота, есть шанс пробраться. Я знаю, я говорю к специалисту, у которого это было, который влюблял, терял, разочаровывал, разочаровывался, на которого обращали внимание, на которого не обращали, плевали, к которому шли, от которого бежали, понимаешь? Я не психолог, я не специалист, который, скажем так, на книжках, на кулинарных курсах, кулинарных курсах, психокурсах, и на кулинарных тоже, потому что любовь – это большая кухня. Нет, я не участник этих курсов, где готовят первое, второе, пятое, десятое компоты, стык. Нет, я практик. В моей жизни было очень много отношений личного плана, и именно окунаясь в эти свои воспоминания и прожитое мной, в два брака, в тысячи отношений, в моменты, когда влюблялись в меня, когда влюблялся я, когда мой гребаный характер проходил мимо шедевров, реально шедевров, потрясающих, добрых, хороших, идеальных, и обращал внимание совсем не на тех. Нет, я не сказал, что у меня были сучки конченые, твари, я не знаю, меркантильные, дешевки, нет, потрясающие женщины, замечательные, все, кого я любил, просто были замечательные. В моей жизни не было плохих женщин, просто не те. Почему не те? Потому что не сделали меня счастливым. Кто-то не любил, кто-то ноги вытирал, кто-то просто рядом проходил. А все, кто любили, к сожалению, у меня, с ним ничего не было. Вот так. Я вам говорю как практик. Друзья мои, влюбить в себя легко. Честное слово, легко. Вот раз и получилось, и уже сходится в лоб. Гораздо сложнее, это даже не удержать, не разочаровать. Вот чтобы человек в тебе не разочаровался, тут уже надо двигаться, надо поступать правильно, нужно уважать, нужно ценить, нужно, чтобы у тебя к человеку сквозь годы было отношение, когда он летает. Даже когда она мать твоих детей, жена, когда он муж, когда вы уже столько лет вместе, человек должен продолжать удивлять, радовать, цеплять каждую минуту своим теплым отношением. Вот отношение и восторг. Когда человек в восторге от тебя, и ты реально оставляешь все вокруг себя в тени, восторг – это то состояние, когда человек не разочаруется в тебе. А если ты разочаровываешь, предаешь, изменяешь, ноги вытираешь, используешь, ты с ним ради денег, она с тобой, потому что удобно, потому что уже муж, она клевая была, такая модель, офигительно ты ее получил, заполучил, переспал, вдруг она такая вся стала другая, постарела, покруглела, тени, все, пойдут разочаровать. Поймите, что вы рядом с женщиной так же стареете, вы тоже округляетесь, вы тоже не молодеете. Не думайте, что человек рядом взрослеет, а вы прям такой цветочек останетесь навсегда, этому не бывать. Время идет, и его ничто не способно остановить. Постарайтесь, влюбив себя человека, удержать его отношения, восхищения, восторг и желания к вам. Если вы все это сделаете, поверьте, вы будете счастливы. Пусть вами восторгаются, пусть вас носят на руках, любят, обожают, дышат вами. Понимаете? Как влюбить себя человека? Я вам дам три простых совета, а дальше удерживайте восхищением, уважением, обожанием. Первое, скажем так, сделайте то, чего не делал никто, удивите человека. Второе, удивив его своим отношением, своим вниманием, подарками, теплом, взглядом, неважно, удивили, отойдите в сторону, дайте человеку по вам скучать. Если ты пришел или ты пришла, и сразу я твой, я твоя, бери, женись, спи, рожу от тебя, буду папой твоих детей, будешь лучше из друзей, познакомлюсь с мамой, не знаю, приходи к нам в гости. Все, уже человека все упало, уже не стоит. Шаг вперед, удивил, покорил, облюбовал, пригласил, а потом назад. Все, вот ты, вот я, у меня своя жизнь. Не дайте человеку пойти, что у него в кармане. И третье, человеку с вами должно быть хорошо. Дайте эмоции. Вот дайте, да, эмоции, чтобы человек скучал по вам, бежал к вам, наслаждался вашими шутками, вкусняшками, на которые вы изучите, да, свою половину, изучите, чего хочет этот человек. Когда вы поймете, чего хочет он или она, вы сможете влюбить в себя этого человека. А дальше, как я вам советовал, четыре с половиной минуты назад. Не разочаровывайте, потому что нет ничего хуже, чем бывшие, которые в нас разочаровались. Этот груз останется с нами, в нашей жизни, в нашей биографии, в нашей книге судьбы до конца наших дней. Невозможно вырвать с тетради лист и выбросить его, чтобы будет жить с тобой. Поэтому влюбив своими поступками, своим где-то холодком и своим потрясающим отношением, соответствием, постарайтесь не разочаровать. И поверьте, если вы влюбите в себя человека, который вы любите сами, а это главное, любовь должна быть взаимной, вы будете счастливы. Поймите, мы хотим подстраиваться под тех, кого любим мы, а не хотим подстраивать под себя тех, кто любит нас, но на которых нам плевать. Понимаете? Те люди, которые любят нас, могут нам подходить тысячи раз больше остальных. Которые к нам относятся с безумным чувством, могут быть удобными, богатыми, красивыми, ухоженными, а мы выбираем совсем другое. Потому что любовь не смотрит ни на цвет, ни на кошелек, ни на возраст, ни на что. Постарайтесь влюблять в себя и влюбляться в людей. И тогда вам не придется сквозь годы страдать. Спасибо.